Беседа третья о святых макобеях Имея в виду с одной стороны похвалу, подобающую мученикам, за дела их, а с другой взирая на тесную толпу собравшихся, я недоумеваю. Поэтому, если угодно, в настоящее время отложим наставление и постараемся подражать твердости мучеников. Итак, первый пусть предстанет перед нами старец Илиазар, начало подвигов, основание мученичества, вступление в борьбу, предводитель мужества, предстеча терпения, юная старость, первомученик Ветхого Завета, подобие Верховного из апостолов Петра. Утомился враг, употребляя ласки и мучения, но не перестал мучимый произносить свою речь. Стоял старец, дрожащий от старости, и сидел тиран, дышащий угрозой и убийством. Но дрожащий отошел торжествующим, а надмивающийся отошел побежденным. Стояла дряхлость, подвергаемая мучениям, и производила суд юность, гордо свирепствовавшая. Но победа осталась на стороне дряхлости. О, новый род победы! Все воинство метавших стрелы обратил в бегство один старец, подвергавшийся ударам. Дивные подвиги старца не попускает мне перейти к мужеству юношей. Однако нам нужно обратиться и к ним, показавшим силу свою над тираном. И они одержали над ним славную победу, потому что не подобало юности оказаться менее бесстрашной, чем старости. Итак, один за другим были увенчаны семь доблестных юношей. Дети одной утробы, вышедшие на одно сражение. Впрочем, если угодно, я не стану говорить о них вам. Ревностные почитатели твердых мучеников. Затем, как я сказал, были увенчаны семь доблестных юношей. Дети одной утробы, вышедшие на одно сражение, украшенные братством по рождению и одинаковыми нравами, предавая себя один после другого на подвиги. Теперь мне нужно повторить перед вами, великодушные слушатели, это евангельское изречение. Блаженно чрево, носившее вас и сосы, которые вы сосали. Луки 11.27 Упомянув о сосах и чреве, я перейду теперь к матери этих доблестных подвижников, которая в одном своем теле неоднократно умирала, или лучше была неоднократно убиваема, и ни разу не предала сетованию к неуязвимой и вместе многоуязвленной. Не столько смущал ее первый из сыновей, влекомый на смерть, сколько страшил второй, еще не выступивший на подвиге. Не столько потом огорчала ее смерть второго, сколько страшила жизнь третьего сына, который, конец, был еще неизвестен. Мало озабочил ее третий и четвертый сын, предаваемый смерти, пока пятый еще не был умершлен. И падение шестого не победило ей любомудрее, оставался, наконец, последним для подвигов седьмой, дополнившей семитонную цитру мучеников. Что же, смутилась ли она от незрелости его возраста? Стала ли скорбеть при виде отнимаемого остатка ее природы? Напротив, она сама влекла дитя на смерть, если не руками, то советами. «Не расторгай, сын мой», — говорила она числа венцов, «будь общником братьев как в рождении, так и в подвигах. Подражай с родством природы с родством в делах. Покажи себя и в борьбе братам убитых». «Седьмым сыном родился ты у меня по природе, седьмым мучеником будь у меня по воле. Не допусти, сын мой, чтобы я называлась матерью семи сыновей, но шести мучеников. Где теперь те, которые не хотят делать приношение Богу даже из своего имущества? Ныне мать привела к Господу семерых юных сыновей и не смутилась. Жертвуя своей утробою, а у нас многие иногда жалеют принести несколько мелких монет. Будем же приносить в жертву Богу и души, и имущества, и тела, во всем прославляя Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь».